Здравствуйте, с вами мой влог. Ничего святого с Сергеем Паярковым. Я тот художник, который может видеть каждого. Закажу на кухню, жена смотрит новости, говорит, слышишь, а вот этот вот их русский оружейный барон, которого выпустили в Америке, БУД, ты знаешь, вступил в ЛГБТ? Я говорю, куда, куда? А, ну, господи, в ЛДПР. И тут хочется как классик, как нетленный украинский классик задать вопрос. А какая разница, да, если на улице светят фонари и положен асфальт, какая разница? Друзья, это оговорка обо всей России. Им нет разницы. Если бы Путин пропагандировал дьявола поклонничества, они бы сносили православные церкви всей России. Если бы Путин и его окружение пропагандировали свободную любовь и ЛГБТ, вся Россия бы скатилась в садомию и разврат. Они не просто арабски покорная нация. Они покорны любому. Они еще вчера вот пели вот эту коммуняцко-совкодрочерную песню про интернационализм, про то, что все нации... А сегодня они вдруг из интернационалистов, все любители совка, вдруг стали ярыми националистами. Даже не просто националистами, фашистами. Они еще вчера кричали, что интернационализм. А сегодня они говорят, что есть только одна нация, а Украину, по их мнению, надо уничтожить. Видели эти опросы на улицах? А зачем эта Польша нужна? Ну, это же Третий Рейх. Только реинкарнация в таком совкодрочерном исполнении. Друзья, они еще вчера все поголовно были атеистами. А я помню эти первые коммунистические газеты начала 90-х. То есть название газеты там значит там «Правда», «Пролетарии всех стран соединяйтесь сверху, а снизу заголовок «Христос воскрес!» Они действительно не имеют своего мнения. У них действительно, вот что им партия и правительство втюхали, в то они и верят. При этом свой политический, возможно, и физиологический пол они готовы менять по мановению партии. То есть свыше приказали, и они пошли переделываться. То есть у них нет своего мнения. Ведь это то, что отличает вот это рабское, вот это вот русское, традиционалистическое, кстати, классиками российскими 19 века объясненное, вот это вот рабское, вот это вот покорность. Помните, как Салтыков Щедрин, да, стебался над этим? Вот приходят они к барину, да, вот стоят на колени молча, и ведь, и вот молча, да, и ведь, и ведь бунтуют же. То есть вот у них бунт такой, стать перед барским домом на коленях молча, и это у них считается бунтом. Вот это безумие, когда Герасим зачем-то топит муму и уходит от барыни, то есть я с детства не понимал, и все мои друзья, там, и моя жена, и мои друзья, мы до сих пор не понимаем вот дурь этого поступка. Но говорят, что эта дурь, это, собственно, и есть объяснение вот той самой загадочной, да безумия, просто бессмысленной русской души. Поэтому, друзья, когда говорят о загадочности русской души, я думаю, не о том говорят, надо говорить о бесцельности и о бессмысленности того, что они называют русским духом, русской душой, во всяком случае, вот в этом рашистском исполнении, которое нам демонстрирует вот эта путинская рашистская федерация, именно об этом и идет речь. И когда моя жена сказала, что бунт вступил в ЛГБТ, а оказалось в ЛДПР, ну, а действительно, какая разница? Тут уже без стеба. Ведь Путин целует в пузик деточек. Понимаете, причем слухи-то ходят педофилистического направления, в этом направлении достаточно давно. Потом, ну, с чего греха таит? Владимир Вольфович не раз был запален в банях, в саунах, вот в этих бассейнах, в кругу молодых дионистического вида. Знаете, подростков и молодых людей. То есть, в принципе, вот эта вот, знаете, римская оргия, мне кажется, давно постучалась в кремлевские ворота и ее впустили. Ведь ни от кого, ну, собственно, нельзя скрыть, что в Государственной Думе, в российском правительстве людей нетрадиционной сексуальной ориентации достаточно большое количество, равно как и среди российских писателей, журналистов там. И что? И именно это то единственное, что не вызывает осуждения. Потому что они, с одной стороны, идут во все тяжкие, то есть, Содом и Гамора просто отдыхают. То есть, они обокрали собственную страну Донецкий. И результатом их обворовывания стало, ну, просто безумно нищенское состояние их армии. То есть, они разворовали все. И при этом, разворовав все, они еще и бросились в зарубу со всем миром. Друзья, вот это вот советское непонимание действительности и желание слушаться начальства, мне кажется, это и есть, собственно говоря, приговор, диагноз и неизбежный конец Российской Федерации. При том, что действительно не играет никакой роли, куда вступил вчерашний сиделец и оружейный барон Бут. Да вступил в ЛГБТ или в ЛДПР. Конец России от этого не поменяется. Конец России близок. Друзья, этот конец приближает, собственно говоря, вся цивилизация. Прежде всего, его, конечно же, приближают наши доблестные вооруженные силы. Конечно, наши союзники, которым низкий поклон и европейцы, и американцы, и англичане, собственно говоря, и даже японцы, даже африканцы уже пошли на то, что поставляют запчасти к бывшему советскому оружию, которое у них там в изобилии есть в Африке. Ну и заканчивая тему с вот этим Бутом, который непонятно куда вступил, то ли в ЛГБТ, то ли в ЛДПР, хотя я большой разницы, честно говоря, не вижу. Может быть, вы видите принципиальную разницу. Я ее не замечаю, что ЛДПР, что ЛГБТ. Не, ну ЛГБТ, конечно, как-то посимпатичнее, да, ну как бы с определенной точки зрения. Хотя я, в общем-то, ни туда, ни туда, думаю, и большинство из вас. Хотя при желании вступайте куда хотите. Друзья, но ведь шутки о том, что зачем освободили этого Бута, летают по всему интернету. Говорят, что его вызволили из американской тюрьмы, чтобы он пособирал назад все вот это вот проданное диким африканским и латиноамериканским режимом оружие, потому что только он помнит, куда все это время продавали контрабасом советское вооружение. А вас я попрошу не забывать подписываться на мой канал, ставить лайки, писать комментарии, распространять в соцсетях. А победа, друзья, обязательно будет за нами. Ну, потому что за каждым из нас обязательно не заржавеет.